МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Лучшим писателям России вручили литературную премию имени Евгения Зубова. Вот это красивое литературное слово, оно так влюблено, волнает в России, где ты ешь в России, отсюда из этих уникальных и замечательных мест. На площадке у церкви новомучеников и исповедников российских состоялся концерт под названием «Душа моя Россия». Славный челлик, как слома, лучшим зданием, как слома. Парик тоже сломится, всем на свете нравится. В Дворце спорта Видное прошло масштабное шоу. Всероссийский турнир по танцевальному спорту Кубок Звездного Вальса. В Историко-культурном центре наградили лауреатов премии имени Евгения Зубова, которого называют Есениным Видновского края. Награды вручаются лучшим писателям России, работающим в разных литературных жанрах. Кто стал лауреатом в этом году, расскажет Юлия Погосян. Премии Евгения Зубова больше 20 лет. В прошлом году Видное получило почетное звание «Литературный город России». Творческие границы Ленинского округа расширяются. Теперь в премии дополнительная номинация для жителей других регионов нашей необъятной родины. В ней лауреатами стали трое представителей разных городов России. Награждаются за заслуги в сфере писательской деятельности, вклад в развитие литературной жизни страны. Все достойные, все как бы очень именитые, имеют много уже книг изданных, имеют много наград вполне себе заслуженных. Традиционно среди лауреатов – жители Ленинского городского округа и Московской области. Анна Маркова – член литературного объединения «Раменские зори». Аспирант, педагог. Среди коллег считается молодым писателем, но подающим большие надежды. Пишет стихи, прозу, критические статьи. Выпустила несколько собственных изданий. Московская область – это единый регион. И, конечно, нам всем надо общаться, надо, знаете, нести свет сотворчества. То есть, естественно, мы не должны быть замкнуты в себе самим, мы должны говорить со своими коллегами. Но еще интереснее говорить с коллегами из других регионов, потому что в каждом городе есть что-то свое. Своя собственная духовность, свое собственное творчество. Этим необходимо делиться и, конечно, узнавать тоже. В торжественном награждении у лауреатов премии Евгения Зубова приняла участие заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова, которая отметила, насколько Россия богата талантами и как важно сохранить эту самобытность. Вот это красивое литературное слово, оно подлевел волнами по России. И теперь уже по России. Отсюда из этих уникальных и замечательных мест. А у нас талантливые ноги. А у нас земля такая особенная. И отношение к слову русскому у нас особенное. В этот день гости и лауреаты премии читали стихи. Всеми любимые произведения Евгения Зубова, которые многих в свое время и вдохновили на собственное творчество. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. На площадке у церкви новомучеников и исповедников российских в рабочем поселке Боброво прошел концерт под названием «Душа моя Россия». Мероприятие было приурочено к Дню славянской письменности и культуры. Подробности в нашем следующем сюжете. Площадка напротив церкви новомучеников и исповедников российских в Бутове редко пустует. Здесь регулярно проводятся мероприятия для семей с детьми, местных жителей и прихожан. Вот и в этот день было весьма многолюдно. На мероприятии, приуроченном к Дню славянской письменности и культуры, выступали победители московского фестиваля «Душа моя Россия». Мы уже пятый год проводим такой фестиваль «Душа моя Россия» на базе нашей школы. Но за эти пять лет этот фестиваль вышел уже не только за рамки школы, но и за рамки Москвы. У нас принимали участие дети из Татарстана, из Великого Новгорода, из Твери и так далее. Естественно, цель – это патриотическое воспитание молодежи. Чтобы поддержать наше молодое поколение, помочь им в их творческих исканиях, и чтобы это было в традиции нашей национальной русской традиции. И поэтому мы решили, что проведение этого фестиваля вот на этой площадке, на которой мы также проводим какие-то наши приходские мероприятия, оно имеет глубокий смысл. Фестиваль проводится по трём направлениям – художественное слово, танец и вокал. Для награждения и финального концерта организаторы впервые выбрали Ленинский городской округ. «Славных жених, как строма, будь в зданиях, как лома, Парик тоже славится, всем на свете нравится». Аня Саяпина, завоевавшая гран-при, уже четыре года занимается русским народным пением. И это для неё далеко не первая награда. «Русские песни, они с такой особой атмосферой, с особой душой. И мне как будто их легче петь, потому что у меня, можно сказать, народный голос. Если подобрать песню, которая подходит под тебя, то и петь её легче и более душевно». Мероприятие посетили более ста человек. Скучать было некогда. Мальчишки и девчонки приняли участие в интересных мастер-классах. А проголодавшись, отведали вместе с родителями настоящую полевую кухню. Гости праздника могли также понаблюдать, как из ледяной глыбы и обычного полена появляются скульптурные шедевры. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В детской школе искусств прошла олимпиада воскресных школ видновского благочения, посвященная подвижникам Оптиной пустыни. В состязании приняли участие семь команд. Тему продолжит Наталья Буслаева. Перед началом соревнований участников олимпиады приветствовал исполняющий обязанности благочинного церкви Видновского округа настоятель Успенского храма города Видное и романах Сафроний Горохольский. Я вам желаю всем хорошего настроения, доброго спортивного духа и, конечно же, каждому из вас я желаю побед. Но побед не в играх таких и соревнованиях, а побед жизненных. Олимпиада воскресных школ видновского благочения проходила уже в одиннадцатый раз. В ней приняли участие семь команд. Конкурсную программу посвятили подвижникам Оптиной пустыни. Именно на эту тему было большинство вопросов. На первом этапе команды показали домашнее задание. В небольших спектаклях ребята рассказали о жизни оптинских старцев. Каждая постановка была уникальной. Ведь театр придумали в Древнем Рине, и там хотели сделать постановку. И они обычно там ставили разные трагедии. В командном соревновании ребята отвечали на вопросы, посвященные истории Ветхого и Нового Заветов и по богослужению Православной Церкви. Еще один конкурс – «Оптинский цветник», в котором участникам нужно было по неполной цитате определить пропущенное слово. Справиться с волнением ребятам помогла поддержка зрителей, особенно родителей. Подготовка Олимпиады, по сути, идет в течение всего года. Самая основная начинается где-то, наверное, месяца за два, когда уже известна тема, когда уже даны примерные вопросы. Я хочу еще огромную благодарность выразить моему папе, так как он меня готовил, задавал вопросы. Ведущий Олимпиады, дьякон Владимир, клирик, богородица рождественского храма села Тарычева, преподает закон Божий в воскресной школе «Логос». Рассказывает, что каждый его ученик старается попасть в команду, чтобы показать свои знания. Вообще подобная Олимпиада, она родилась еще в 2011 году, когда мы вместе с Дмитрием решили сделать подобное мероприятие. Тогда еще участвовали только две команды. Сегодня это семь команд, когда-то было 12 команд. И очень радостно, что дети приходят к нам ежегодно. Только один раз пандемию пропустили, а так и каждый год мы собираемся в стенах музыкальной школы, также в других школах собирались. Еще одним захватывающим испытанием стал конкурс капитанов. Мне кажется, немножко был неконкретный вопрос относительно моей части, потому что в книге было написано как бы два варианта ответа, и как бы было трудно выбрать один или тот, тот или другой. Мы будем стремиться к первому месту. Вот в прошлый раз мы заняли второе, здесь третье. Конечно, хотелось первое, но главное не победа, главное участие. Члены жюри конкурса отметили отличную подготовку всех участников. Жюри поразило, насколько дети погрузились в материал, связанный с подвижниками Октяной пустыни. Действительно, они постарались почитать про этих великих людей 19-20 века и рассказать нам об этом со сцены. По итогам Олимпиады третье место заняла команда «Победоносец» Георгиевского храма города Видное. Серебро досталось Логосу, Богородице Рождественского храма, а победу в соревнованиях одержали воспитанники Воскресной школы «Светоч» Александры Невского храма. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульная Рабалаева, Видное ТВ. Во Дворце спорта «Видное» прошло масштабное шоу. Всероссийский турнир по танцевальному спорту – Кубок Звездного вальса. Побороться за победу в Ленинский городской округ приехали свыше 2000 пар из 60 городов России. Среди них те, кто только начинает свой путь в танцах и признанные мастера. Румба и сальса, танго и рок-н-ролл. Уже в 13-й раз на паркете Дворца спорта «Видное» состоялся праздник музыки, танца и молодости. Зал очень красивый, паркет хороший. И в принципе организация тоже. Конкуренция, на ваш взгляд, была сильная? Ну, достаточно, да. Я думаю, да. Главным зрителем соревнований стала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стрягункова, что тоже свидетельствует о высоком статусе мероприятия. Очень радует, что танцевальный спорт не только популярность свою не теряет, но и наоборот ее набирает только. Очень приятно, что очень много спортсменов приехали из других регионов, чтобы участвовать в этих соревнованиях. За два дня, который длился всероссийский турнир по танцевальному спорту Кубок Звездного Вальса, свои умения показали свыше двух тысяч пар из 60 городов России. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа пожелать всем, кто сегодня и гостям, и спортсменам, и тренерам, всем, кто сегодня в нашем красивом зале на этом танцполе пожелать успеха. Своё название Кубок получил по имени Видновского клуба Звездный Вальс. Он входит в топ-30 танцевальных коллективов России. Именно его участники на открытии финала соревнований показали эффектный флешмоб. В этот момент на паркете было более 300 человек. Лучшие пары страны и мира. Сегодня у нас на нашей площадке города Видново, это дорогого стоит. И безумно приятно наблюдать вот такой уже практически полный зрительный зал, что говорит о том, что город Видново любит танцы, и танцы любят город Видново. Для участников этот фестиваль не только способ продемонстрировать своё мастерство, но и возможность новичкам встретиться с более опытными соперниками. Волнение из-за того, что я её один, но соревнуюсь со взрослыми, и мне страшно, что меня просто задавят на паркете. Все пары довольно сильные, все молодцы, конечно, все довольно качественно танцуют. Было, конечно, сложно, потому что мы танцевали два раза подряд. А для зрителей это уникальная возможность побывать на красочном шоу. Ведь каждый, кто выходит на паркет, прикладывает максимум усилий, чтобы показать всё, на что способен. Волнения не было, я была уверена в своей подготовке, но турнир был очень красочный, и очень приятно было здесь танцевать. Внутренний какую оценку себе поставить? 10 из 10. Можно смело утверждать, что «Звёздный вальс» стал одним из важных брендов Ленинского округа, наряду с мотобольной командой «Металлург» и баскетбольным клубом «Спарта-НК». Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова